Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем видео мы вновь играем в игру, которая называется Galaxy Control 3D. Она очень похожа на Clash of Clans, но действие разворачивается в космосе. И сегодня мы будем играть с моего 10-го тоунхола, с 10-ой ратушей Клеопатра. И нужно немножко разобраться с местной карты гоблинов, которую захватили космические пираты. И прежде всего, для того чтобы отбить астероиды, нам нужно отбить атаку от космических пиратов непосредственно на нашу базу. Кстати, я уже рассказывала, что я не так давно поменяла расстановку на своем аккаунте. И честно вам скажу, что она меня очень даже радует, потому что несмотря на то, что сейчас нападает бот, атаки от реальных игроков глобали тоже достаточно хорошо проходят для меня, потому что они не могут снести мою базу больше, чем на 3-4 звезды. Что же касается бота, то сейчас можно заметить, как буквально одно строение дефа убивает две вражеские пеки, имея в виду аналоги их в Galaxy Control 3D. А все остальные юниты зависли где-то там около забора в начале и вот только-только смогли попасть на базу, и то не все. В общем, как мы видим, осада здесь очень хорошо прошла для меня, то есть бот не смог меня снести. Ведь самое главное в этом режиме это не дать возможность боту снести вашу базу. Потому что если соперник, в этом случае это космический пират, сможет разнести расстановку, то вы проиграете. Так что базу здесь нужно строить тоже достаточно крепкую для того, чтобы бот не смог ее разнести. После того, как наша база выстояла атаку от космического пирата, нам нужно будет самим идти атаковать на разные расстановки, которые нам предложены в этих астероидах. Для того, чтобы отбить астероид и получать дополнительные ресурсы с каждого из астероидов. То есть это как бы возможность постоянно получать дополнительные резы. Если, к примеру, в Clash of Clans, когда ты проходишь карту гоблинов, то ты уже не можешь оттуда получить ресурсы, если ты их все забрал, то в Galaxy Control немножко другая система. Ресурсы можно постоянно забирать с этих астероидов, но самое главное, чтобы они были именно ваши, чтобы космические пираты их обратно не отбивали. А отбивать их обратно они могут бесконечное число раз, поэтому нужно за этим следить. Оборону мы успешно выстояли и теперь нужно идти самим атаковать. Нам вначале, как правило, рассказывают о том, какие неприятности нас могут поджидать. Вот, к примеру, сейчас нужно опасаться ионной пушки. Это аналог арбалета из Clash of Clans, но, в принципе, для десятки это уже не так страшно. По большому счету, эти базы можно снести даже на командном центре девятого или, может быть, даже можно попробовать на восьмом. То есть, для десятки такая база абсолютно не страшна, потому что ни арбалета, ни инферно здесь нет и, мне кажется, здесь можно будет очень легко снести даже на все пять звезд. Запускаем наши войска. Здесь двухъярусный забор, который состоит из двух полосок, поэтому с ним немножко придется повозиться, прежде чем мы его откроем. Но, в принципе, наша задача пробраться к центру и вот уже потихонечку начинают вылазить вражеские войска. Они помечены значком черепа вместе с мечами. Это что-то типа вражеского клан Касла, то есть войска, которые будут нам мешать, будут тормозить. Но вы видите, что у меня огромная туча просто летающих юнитов, у меня там лавы вместе с местными шариками, поэтому здесь уже оно просто без шансов. Но, опять же, повторюсь, база достаточно легкая для армии от десятки и, по большому счету, практически любым миксом, если только не каким-то совсем трэшовым, эту базу будет очень легко снести. Поэтому, очевидно, здесь у нас пять звездочек и мы потихонечку будем двигаться дальше, отбивать астероид, потому что прежде чем отбить один астероид, нужно выиграть несколько атак на разных базах и только после этого астероид будет отбит. То есть, вот если выиграть даже одну атаку, как сейчас, это не говорит о том, что мы с вами полностью выиграли и все, теперь можно ничего не делать. Нет, тут еще довольно много всего, и вот вы видите как раз на Кроносе, например, 10 миссий из 10. Поэтому побежали в следующую атаку, на этом астероиде осталась последняя миссия, и вот тут как раз-таки нас и будет поджидать ионная пушка, она зелененькая. Тут опять можно послушать небольшой диалог между теми героями, которые за нас, и теми, которые против. Кстати, те, которые за нас, частенько подсказывают, как нужно снести эту расстановку, чего, к примеру, нету в карте гоблина в Clash of Clans. То есть, там нужно сносить так, как считаешь нужным, а здесь можно получить какую-то подсказку и действовать уже согласно ей. Но прежде всего я решила проверить, нет ли тут каких-то воздушных мин, потому что, опять же, в Clash частенько бывают такие карты, где огромное количество мин, каких-то бомб, и сначала нужно их разминировать, а потом запускать всю армию. Так как у меня здесь тоже воздушная армия, поэтому я решила сначала проверить, но убедилась, что вроде ничего нету, и дальше высаживаю героев для того, чтобы они забрали вражеские войска. После чего уже можно будет спокойно высаживать мой воздух, и опять же, база для десятки не очень сложная, здесь нет инферно, поэтому я думаю, что должна справиться очень легко. Вражеские войска уже почти зачищены, и теперь с правой стороны я постепенно начинаю запускать свои шарики, и к центру уже полетели лавы. Кстати говоря, я заметила интересную особенность, связанную с заклинаниями, с перками. Если вы заметили, то количество энергии, которое нужно для того, чтобы использовать каждый перк, с каждым разом увеличивается. То есть, если первый раз мы тратим 16 энергии, второй раз придется потратить 18, потом 20 и так далее. Но почему-то это не работает на спешное заклинание. Вот сейчас я практически всю карту забрасываю желтыми кругами, это местные спешки, но стоимость спешек при этом не увеличивается. Не знаю, баг это или фича, если вы с таким сталкивались, напишите в комментариях, но я заметила это буквально вот недавно, как раз когда проводила атаки со спешками, и вы видите, что почему-то стоимость не возрастает. То есть, получается, что спешек сколько ни кидаю, они всегда стоят одинаково. Мы же с вами довольно удачно снова провели атаку, отбили полностью астероид, и поэтому можно поставить теперь рудный хардверстер для доставки ресурсов с астероиды к нам на базу. Ну и идти отбивать следующий астероид, либо же просто идти отдыхать. Эти астероиды, как я и сказала, постоянно атакуются космическими пиратами, поэтому нужно вовремя за этим следить, если вы не хотите терять ресурсов. Все-таки достаточно халявные резы, которые можно не фармить, а вот так вот пассивным способом получать. Ставлю харвестер и жду, когда завершится постройка. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а я желаю вам удачи и пока-пока!